Сегодня в Чебоксарах встречали Лану Прусакову. Спортсменка-фристайлистка вернулась с Олимпиады. Медали в женском лыжном слоп-стайле на Олимпиаде разыграли 17 февраля. На старт вышли две россиянки, в том числе и Лана Прусакова. По итогам двух квалификационных заездов чувашская спортсменка показала 14 результат и не прошла в финал. Лану! Привет! Не знаю! Лане всего 17 лет и это первая Олимпиада в ее карьере. Немного обидно, что не смогла показать свой максимум на Олимпиаде. И ошиблась на таком простом трюке, очень обидно, конечно. Но это опыт, что я могу сказать. Очень рада, что там пребывала. Больше всего за девушку болела ее семья. Мы собрались всей семьей, со всеми родственниками. Встали в 3 часа утра, стали искать по телевизору, на всех каналах эту квалификацию, когда проходили соревнования. Нигде не нашли. Просто паника такая началась. Стали звонить, там родственникам, кто-то там нашел, где трансляция. Комментировали каждый ее шаг, каждое ее выступление. Ну, очень сильно волновались. Но потом, когда узнали, что она в финал не попала, ну, немножечко расстроились. С другой стороны, мы все равно рады, что она попала на эту Олимпиаду. И очень гордимся ей. Дома старшую дочь. Просаковы вообще видят очень редко из-за плотного графика соревнований и тренировок. В этот раз в Чувашию Лана тоже приехала ненадолго. Уже 3 марта в швейцарском Сильваплане стартует этап Кубка мира. На Олимпиаде я очень волновалась. Олимпиада – это самый высокий старт. На Кубке мира, я думаю, сейчас будет попроще. Завтра в Чувашию должна вернуться вторая участница Олимпийских игр из Чувашии. Биатлонистка Татьяна Акимова. Ольга Пырочкина, Анастасия Лангина, Андрей Шоклев. Республика.